Вот. А вы бы мне ответили, потому что есть вопросы. Вот зажигают свечи из коллекции, которую я тоже создала. Вообще, эта коллекция свечей посвящена, пока вы собираетесь, расскажу, восьмитысячникам. Каждая гора имеет отдельный рельеф. Допустим, гора Эверест по рельефу выглядит вот так. И написано Эверест, и высота этой горы, соответственно, указана 8, 848. Поэтому вот я… Вы знаете, как я люблю горы, насколько там много силы, насколько они честные, насколько невозможно обмануть в горах никого. Они показывают твою настоящую сильную или внутреннюю натуру. Или… Ну, я думаю, что несильные люди в такие горы не ходят, потому что всё-таки занятия не для слабонервных, скажем так. Потому что горы всегда забирают чью-то жизнь. Вот. И я хотела посвятить именно эти свечи вот такой вот классной истории, где каждая гора будет представлять определённый цвет, запах свечей. И можно было бы собрать 14 свечей. Это значит 14 восьмитысячников. Вот. И, короче говоря, тут парочка у меня как раз-таки моих любимых гор. Одна из них – Анапурна. Анапурна – это вообще гора-мечта. Её высота всего 8091 метр. Но это одна из самых опасных гор. Ну, как и, в принципе, все горы, но она очень лавиноопасная, но очень красивая. Вот она восторженно красивая. Как в Манаслу, о которой я тоже иду в сентябре. Они, кстати, рядом находятся. Примерно вот одного из этого. Вот. Я хочу сказать. Вообще, у меня такой вопрос к вам. На самом деле, очень неинтересный. Когда… Чтобы вы мне объяснили. Сейчас я подумаю, как его сфоргулировать. Вот. О чём эфир? Эфир ни о чём. Эфир обо всём, о чём мы захотим. То есть, абсолютно без каких-либо… На Эльбрус нет, я не ходила. Объясню почему. Потому что Эльбрус… Ну, на Эльбрус практически ходят только российские экспедиции. И я, допустим, знаю, что очень часто люди на Эльбрусе гибнут только потому, что не соблюдают определённых правил. И я бы хотела всё-таки в горы ходить именно с теми, которые, ну, самые-самые-самые топовые в своём деле. И, конечно же, для меня это Нимс Пуржа, Нимс Дай, который как раз-таки и водил меня на восьмитысячник, когда я ходила первый раз. Потом я сходила на другую гору в Чили. Это был самый высокий вулкан. Высота его, по-моему, 6-800, что-то такое, под 7 тысяч метров. Я ходила с российской экспедицией. И я поняла, что… Ну, как раз-таки, да, тоже под эгидой очень известного альпиниста нашего, который нашу экспедицию водил тоже «Семь вершин». Но я поняла, что для меня горы — это медитация. Для меня горы — это где мне хочется соединиться с этой атмосферой. А с российской экспедицией было ощущение, что вот как-то было шумно. Ну, это для меня. Это мне так показалось. И я поняла, что мне было как-то вот не совсем комфортно, когда на меня там, или, ну, там, допустим, горы воздействуют, как такое вот ощущение слиться, помолчать. Многие люди там, наоборот, любят поговорить. И как бы просто у всех разные свои предпочтения. Поэтому мне было комфортно всё-таки вот так, как я ходила с Нимсом. Вот. Так что пью чай. Кстати, пью азер-чай. Самый лучший чай. Если любите горячий чай, черный чай, обязательно попробуйте азер-чай. Как шоу в Дубае? Сейчас я сразу уберу людей, которые здесь спамят. Блокируем каких-то непонятных людей. Такие бывают. Чтоб они нам не портили здесь своим присутствием эфир. Как шоу в Дубае, ребят? Я же была в шоу в Дубае, которое в воскресенье начнётся. Вот в воскресенье будет у нас премьера. Выжить в Дубае. И я хочу сказать, что, ну как сказать, после шоу в Дубае я поняла, что я хочу очень сильно похудеть. Я насмотрелась там на Оксану Самойлову. У неё шикарная фигура. И она мне напомнила меня, какой я была всегда. И, кстати, у меня получилось, я прилетела в Москву после этого. Вот. И у меня получилось похудеть до тех форм, в которых я была до того, как я была на поправительной диете. Помните мою поправительную диету? Вот. И сейчас живот, он просто в таком состоянии всегда. Я думала, что я стану Моникой Белуччи. Что я сейчас, значит, отъемся, и у меня будет фигура гитара. Но вместо этого я была просто такая вот бочечка такая. Что сбоку, что спереди. У меня, в принципе, было как бочечку можно было меня крутить. Вот. И я посмотрела на Оксану и поняла, что так красиво, когда есть косточки, и когда такая красивая фигура. Я прям вдохновилась. Я говорю, всё, Оксана, я сейчас еду в Москву и буду худеть. Я сделала два детокса. Я сделала капельницы для похудения. Я сделала... Что там ещё делала? Ну, очень много чего делала. И спортом занималась, и всё вот прям в комплексе. И вот на два месяца у меня ушло. Как думаете, сколько я скинула? Я скинула, ребята, за вот эти два с половиной месяца семь килограммов. Почти восемь. Семь с половиной. Так что вот. Так что вот так. Короче, в Дубае, когда будете меня наблюдать, там я плюс семь. Нет, даже плюс восемь. Вот. Такая прям. Я понимаю, что на самом деле мне вообще не идёт вес. И на самом деле мне гораздо лучше так. Вот. Про шоу рассказать. Я слишком худая? Ребят, давайте проголосуем. Я слишком худая или нет всё-таки? Как вы считаете? Я слишком худая или нет? А, спасибо за фото сегодня. Да, у нас сегодня была фотосессия, и я смотрю здесь в эфире сейчас как раз есть ребята, которые подходили на улицу, фотографировались. На самом деле очень много людей подходило. Очень много людей говорил приятных слов. И очень было приятно окунуться вот летом. Я обожаю Москву, а летом я в Москву люблю, как, я не знаю, вот нет города лучше на свете, чем город Москва, особенно когда здесь тепло. Я сегодня себя поймала на мысль, думаю, какой же красивый город, как же приятно быть вот в любимом городе, когда всё прям классно, всё нравится. Тоже любите косточки. Вик, ты не худая в любом весе, любимая. Спасибо. Как называется капельница, которую делала? Я расскажу, я прям обещала, я сделаю пост. Я вам прокажу прям фото до и после, если хотите, прям сделаю пост. Расскажу, но, конечно, у каждого капельницы свои, потому что их назначает эндокринолог, вы сдаёте кровь, он всё смотрит, и уже, то есть это не просто там, сейчас вы пойдёте такие же капельницы, как у меня делать, но то есть это не так работает. Нужно будет сдать кровь, посмотреть всё, и тогда эндокринолог говорит, окей, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, и его, допустим, ты начинаешь делать. Кстати, очень классно, знаете, что классно произошло? Я делала, кто-нибудь слышал про такую процедуру сейчас, как же называется, когда трубочку вставляют в нос и в рот, как она называется? Дуодиальное, да, зондирование как-то вот так, да, дуодиальное какое-то. Да, кстати, Ветлицкая классная, я тоже хочу. Алиса, включи Ветлицкую, посмотри в глаза. Так, вчера мы гуляли у Сердара. Я вчера, если честно, расстроилась, расстроилась настолько сильно, что я выпила с ним коньячка, ну, немножко, чуть-чуть, но всё равно, то есть для меня просто я настолько люблю людей, настолько верю в чистоту людей, особенно людей, с которыми я работаю. Дуодиальное, да, вот правильно, да. И вчера я получила сообщение от человека, который обвинил меня, мне так прям внутри ощущало себя неприятно, вот мне прям вот здесь задело, вот прям за душу задело. Человек обвинил меня в том, что я не делала, при этом не спросив, скажи, пожалуйста, ты случайно не сделала? Я не сделала вот это, а именно прям вот утвердительно меня обвинил в том, что я не делала. Мне стало так больно. Я, конечно, рада, что я могу испытывать человеческие эмоции, потому что я очень много занимаюсь духовными практиками, и у меня нет эмоций каких-то злости или какого-то. Я даже что-то хочу сказать, я это говорю всегда с улыбкой. И когда мне хамят, грубят, проявляют свою нетактичность люди, ну я спокойно отвечаю на это. Вот, а тут мне прям стало так неприятно вообще. Вот, и я даже вчера с Сердару пришла, я говорю, Сердар, я тебе сейчас буду жаловаться. Вот, и я сейчас я тоже удалю тех, кому не нравится, кто пишет, что я тут чушничцу. Сразу мы удаляем злых, негативных людей. Вот, и, короче, вот такая вот... Вот, и мне вчера было очень грустно. Короче говоря, я навела разборки, хотя я вообще этого не делаю. И выпила с Сердаром даже вечером коньяка у него дома, поэтому мы танцевали у него в кухне. Если вы не видели, обязательно посмотрите мои сторисы, они там до трёх утра ещё будут висеть. Но было весело. Пионы, Вазя! Это я сегодня купила эти пионы. Ребят, смотрите, я шла там, где я была в центре, и женщина продавала пионы. А другая женщина подошла ко мне и говорит, Виктория, вы не должны себе покупать цветы. Цветы вам должны покупать мужчины. Я говорю, знаете, вот сейчас у меня нет мужчины, и когда у меня мужчины нет, я покупаю себе цветы сама в дом. Но когда у меня есть мужчина, конечно, мужчина будет обязательно дарить мне цветы. Вот. Что стоит за цветами на водоконнике? Это портрет дочки моей. Вот это портрет дочки. Вот. Соответственно, мой вопрос был такой. Вот теперь я могу в этом сказать. Как вы считаете, вообще нужно поступать с людьми, когда они обвиняют вас в том, чего вы не делали? Напишите мне. А ты говорил, есть парень. Ну, был ухажер, но я когда узнала, сколько ему лет, я говорю, блин, нет, извини, все. У меня стоит стопор. До моего возраста минимум все. Мужчины, ни в коем случае ко мне, молодежь, не подходите больше. Нейтрально, прощаться с ним. Понятно, что прощаться. Это даже не обсуждается, ребят. Прощаться это даже не обсуждается. Не обращать внимания. Нет, ну, уходить и не вступать в игры. Какая песня заиграла. Не думать о них. А как же Филипп Лейн? Филипп Лейн мой друг. Как пережить предательство? Дайте совет. Ой, давайте дадим совет. Давайте вот пусть вам дадут совет, как пережить предательство. Мне, кстати, это похоже тоже на такое уже предательство. Мне кажется, это какой-то такой моментик, когда человек показывает себя. Как сказал Жак Фреско, к нему подошла однажды девушка и говорит, вы знаете, у меня был молодой человек, и я его устроила, по-моему, в институт или что-то такое. Он жил у меня и потом переспал с моей близкой подругой и ушел к ней. И Жак Фреско ему сказал этой девушке. Вы знаете, то, что он был негодяем, он был им всегда, это ваша как раз-таки вина, то, что вы не увидели это с самого начала. Но, по сути, я ответила сама на свой вопрос. Потому что, на самом деле, когда люди проявляются в какой-то момент, это, наверное, просто показывает то, чем они обладают. Я могу, если хотите, я, конечно, расскажу подробно, что это было. Может быть, так будет правильно, вынести это вообще, как бы, на всеобщее обсуждение. Хотите знать детали? Может быть, это вам смешным покажется, наверное. Конечно, это не проблема какая-то там. Получается, сплети, сплети, сплети доскать. Ну что? Можно разбор косметики? Да, я делаю, кстати, разбор косметики на моей битв-странице, поэтому... Да, я написала, что я чувствую. Конечно, я написала не одно сообщение, я написала так много сообщений. Ладно, я вам расскажу, короче. Если вам интересно. Вам интересно? Да, расскажу. Да. Хорошо, как на духу рассказываю. Все, ребята, вы меня послушайте и, как это сказать, рассудите. А, значит, я ко всем людям, люди, которые, как мне, приходят в дом, которые со мной работают, я ко всем отношусь настолько тепло, для меня это люди, которых я впускаю в свой круг. Я очень мало кого впускаю в свой близкий круг. Соответственно, ко мне тут приезжали девочки, которые собирали меня, делали там образы, визажист. Лена Чернева есть такая. И в какой-то момент я взяла у нее мастер-класс, класс, да, по макияжу. Она очень красиво делает макияж. Вы 100% видели ее образы на мне, наверное. И в какой-то момент я говорю, она говорит, я преподаю урок само макияжа. Я даже рассказывала, даже показывала вам. Вот. В какой-то момент, значит, я сделала этот урок, мы делали небольшие видео, конспекты, я записывала и все в себе в заметке записывала. Она говорит, так лучше, вот делай так, 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 тебе будет удобно. Я показывала, какие продукты нужно использовать и так далее. Вот. Это было там еще в апреле. Вот. Потом, значит, в какой-то момент мы недавно, я приехала к Сердару. Помните, я показывала, может быть, кто-то видел эфир. У меня там были блестящие тени, которые такие коньячно-розовые, которые я запускаю к Новому году. Помните? Мы сделали с Сердаром макияж из моего тонального крема, моей продукции Боня Бьюти. И из вот этих теней, карандаши, помады, все было, мы максимально брали мою продукцию. И этот эфир, кстати, есть здесь. Вчера эта девочка мне, Елена, пишет такое сообщение. А я прилетаю, говорю, Лена, слушай, мы с тобой еще хотели сделать один мейк-урок, как стрелки красить. Ты когда сможешь? Анда, я в Узбекистане. Я говорю, когда вернешься? Не знаю пока. Я поняла, уже почувствовала какое-то в этом сообщение, какое-то странное, на нее не похоже. На следующий день она присылает сообщение и говорит, Вика, я все понимаю, но я больше не даю уроки известным людям, и тем более под запись видео. Ты мои конспекты показала Сердару Камбарову, и теперь он красит, как я. И у меня просто вот так отваливается челюсть, потому что, во-первых, я сама эти конспекты всего открывала два раза. Во-вторых, Сердар Камбарову вообще никогда не показывала. И я пишу сообщение, Сердар, я тебе когда-нибудь показывала конспекты? Я забыла. Ну, такая вот типа, он такой, нет, не показывала. Ну, Сердар, человек, которому 25 лет в индустрии. Я поняла, что вам будет смешно, это прикол, я знала, что будете смеяться, но меня это так обидело, вот честно. И я прихожу, Сердар, я говорю, Сердар, я говорю, послушайте, ну вот такое чувство несправедливости, я не показывала тебе конспекты, во-первых. Во-вторых, Сердару эти конспекты вообще не нужны, мы красились в прямом эфире. И она присылала этот макияж, якобы, что смотри, Сердар никогда такой не делал, а сейчас вот он начал делать такие макияжи, как у меня. Я профессионал, я вижу, она говорит, я вижу издалека даже какой техника, какой тональный крем нанесен. Я говорю, Лена, нет, ты не профессионал. Я говорю, ты знаешь, если бы ты была профессионалом, Алиса, поставь на паузу. Если бы ты была профессионалом, ты бы, а, так не сказала, б, ты бы хотя бы спросила и сказала, Вика, был ли такой, ты показывала Сердару? И тут два варианта. Если бы я показала, я сказала, блин, Лена, я показала, прости, а что нельзя было? Ну, то есть я бы извинилась, сказала, Лена, прости, наверное, как бы, да, ты должна была бы предупредить. Или бы я второй сказал, блин, ты что, не показывала вообще? Вот. И просто я ей показываю, слушай, это вообще Сердар делал макияж из моего. В итоге она от меня отписалась. Я сегодня заходила посмотреть, интересно было, она от меня отписалась. И, честно говоря, когда Сердару рассказал, он говорит, слушай, я на ее страницу заходил один раз в жизни. И то, когда ты поставила ее, и больше я не заходил. Он говорит, у меня 25 лет практики. Мне, говорит, что она может дать мне вот такое, что я не знаю. Вот, короче, что вы думаете? Почему я с Синьковой не работаю? Почему мы с Синьковой очень, я ее очень люблю. И как только мы где-то там, допустим, можем увидеться и совпасть, мы с удовольствием с ней поработаем. Леночку обожаю вообще. Ну, просто представляете, вообще, отписка, чтобы было больно. Ну, вы видите, вы смеетесь, это детский сад. Это настолько было, ну, настолько, во-первых, это было настолько некрасиво. Я говорю, я надеюсь, что у тебя хватит совести извиниться передо мной. А Сердар еще делал, снимал свой курс It Girl. И он его, окажется, снял вообще еще в апреле, а поставил сейчас только. И она такая, вот он, типа, начал делать мои макияжи. Он говорит, Вик, смотри, я этот макияж делал 10 апреля. Ну, то есть я в этот момент, там, Сердара даже не видела. Ну, то есть вот такие какие-то моменты. Почему? Почему тебе не нравится Бородина? Кто сказал, что мне не нравится Бородина? Бородина, кстати, очень хорошо выглядит. Внешне она мне очень нравится. Может быть, просто энергетически мы не совсем как бы друг к другу подходим, но я не говорю, что она мне не нравится. Вот. Короче, вы смеетесь? Ладно. Я тоже посмеюсь. Но мне было очень неприятно. Потому что я относилась к человеку. А, что самое интересное, я не делала у нее макияж бесплатно. То есть я платила ей деньги. Да, она говорит, Вика, я тебе там, допустим, сделаю скидку, я ее всегда выкладывала. Ну, то есть я даже, ну, то есть, то есть я, если, то есть я заплатила деньги за продукт, допустим, я чему-то обучилась, я могу кому угодно показать. Я могу сейчас вам взять этот конспект отдать. Могу создать марафон за 300 рублей и прийти всем рассказать этот макияж. Я имею право, я заплатила деньги за эти уроки. Но в итоге, как бы, вот так все вышло. Ну, успокойте меня, ладно, чуть-чуть. Просто я очень трепетно отношусь к людям. И для меня вот почему-то вот так вот как-то это было очень неприятно. Эта Лена слишком много о себе думает. Ну, именно такого же мнения было с Эрдаром, когда я ему рассказала. И Эрнест, потому что Эрнест вообще визажист Шанель, который проработал 12 лет. Мы вчера как раз совпали, так и у меня с двумя визажистами. Эрнест, который вообще 12 лет проработал Шанель, был главным визажистом Шанель здесь, в Москве, в России. Человек, который просто мега профессионал, вот именно так же сказал, что это когда человек в себе не уверен, ну, то есть профессионал никогда не пойдет и не станет это говорить. Ну, да и ладно, бог с ней, с этой Леной. Я все равно считаю, что она молодец, как визажист. В ней есть очень классные, очень действительно там такие моменты, от которых можно у нее научиться. Но как человек она оказалась очень несправедливой и разочаровала меня, как меня не разочаровывал вообще очень давно никто. Так, что вы пишете? Есть договора, где нельзя передавать опыт. Да, если нет договора, то имейте право хоть бесплатно хоть за 300 рублей, 100%. Только вы, Эрнесту, так много внимания не уделяли, как Сердару. Так я Сердара люблю. Это мой вообще любимый человек. Это мой друг в первую очередь. Вы там подоплеку никакую не видите. Сердар для меня слишком молод. А я для него слишком стара. Свечи. Вам нравятся свечи? Ребяточки, вы можете тоже заказать эти свечи, на самом деле, поставить у себя дома, и у вас будет, вы будете помнить, какие... Вообще, на самом деле, классный подарок даже для мужчины. Вот что мужчине подарить? Особенно мужчине, у которого вообще есть все. А мужчины все любят горы. Мужчины, которые здесь есть, скажите, пожалуйста, вы любите горы? Мои цветы в Монако я не спасла, но там не цветы, там деревья. Я их пролила сейчас и прилечу. Вот сейчас посмотрю, может быть, они отойдут. Нет, они далеко стоят, у меня волосы не сгорят, не переживайте. Так, мужчины, конечно. Тогда, мужчины, расскажите, какие горы восьмитысячники вы знаете, кроме Эвереста? Мне так интересно, мне так интересно. Любим, Вик. Вы про Богданович рассказывали? Нет, я рассказала про Елену Черневу. Ну, да, у подножья больше любите, да? Какие горы вы знаете, расскажите. В рот больше не хотите, не хочу. Так, привет, Эмочка. Я не знаю, что такое Мерсой. Вы знаете, какие-то горы восьмитысячники, кроме Эвереста? Мне просто интересно. Их всего 14. Эльбрус – это не восьмитысячник. В Эльбрусе вообще, по-моему, 5000 высота у них. В Гималайи все правильно содержит, а не в Гималаях. Ну, короче, вы не знаете. Ну и ладно. Вот. А благодаря этим свечам вы можете узнать. Вот, допустим, существует такая гора. А я про нее только что рассказывала. Она пурна. Посмотрите, какая она. У нее пик не острый. То есть она вот так выглядит. Видите, у нее какая? Какой рельеф красивый у Анапурны. И Анапурна… Анапурна – это, кстати, та гора, где погиб великий Анатолий Букреев. Анатолий Букреев в фильме «Эверест». Помните фильм, который снят был на реальных событиях? Который вот спасал ночью без кислорода. Ходил людей, вытаскивал в 96-м году с этой экспедиции. И в 97-м году он погиб на горе Анапурна. Его тело так и не нашли, чтобы вы понимали. И эта гора, она вот 8091 метр. Анапурна. Очень красивая. Снежная. Про эту гору надо знать. А Букреева хотя бы, Анатолий, знаете? Почему ногти без геля? Я сняла ногти, потому что у меня нет времени их красить. Вот, я только делаю педикюр. И у меня теперь ногти вообще без геля, без ничего. Просто вот я их пилю, и все. Да, чо-йой, да, молодцы. Это в Китае. Как к вам притягиваются мужчины, Виктория, расскажите. Ка-2, да. Ка-2 – это вторая гора по вершине. Как мужчины ко мне притягиваются? Мужчины меня боятся. Я вам сразу скажу. Не боятся меня иностранцы, которые меня не знают. Мужчины, которые меня знают, они меня боятся. То есть они как бы так с опаской ко мне подходят. У них даже, они робеют. У них даже такое волнение видно. Вот. И очень как бы хорошо держатся в ординации. Вот. Я взглядом... Кстати, а можно задать вам вопрос? А можно задать вам такой вопрос? Смотрите. Вот когда мужчина подходит к женщине, и, допустим, где-то, вот условно, они остались где-то вдвоем, и он начинает ее целовать без ее ведома и разрешения. Женщины, девочки, вот ваша реакция? Скажите мне, ответьте, что бы вы сделали? Было ли у вас такое, что самое интересное? Расскажите мне. Мурочка со мной не летает? Ну, как бы сейчас мы полетим, конечно же, обратно домой. Она полетит. Мура! Мур! Где-то она ходит. Это трэш, так нельзя. Понятно, что это трэш, понятно, что это так нельзя. Но что бы вы сделали? Убегу. Леща дала бы. Если он нравится, ничего страшного, согласна. Да, лодцы, это как раз гора рядом с Саверестом. По щеке да посильнее. Нарушение границ. Смотрите, то, что это нарушение границ, то, что это нельзя, есть просто такие мужчины, которые не могут сдержать свое либидо. Вот они такие, да? И вот они думают, что они всем нравятся, и они прям вот идут и сразу начинают там, не знаю, обнимать, целовать, вот это вот, готовы руку на талию положить. Есть такой типаж мужчин? Есть. Встречали ли вы? Понятно, что это неправильно. Но я хочу спросить, ваша реакция? Вот что бы вы сделали? Поцелу вас бы и слилась. Но это в детстве мы так делали. Это мы так делали. Когда, типа, позависать с парнем, понятное дело, что без продолжения. Надя, я задаю вопрос. Если мужчина нагло подходит, начинает целовать тебя, где-то в каком-то месте, где вы остались вдвоем, или там обнимать, и вот как бы реакция твоя. А тебе, мужчина, допустим, тебе этого не хочется. Понятно, что если хочется, это одна история. Вот не хочется. Ну-ка, рассказывайте. Схватила бы перепела, ага. Нельзя так. То, что нельзя, это даже не обсуждается. Нельзя, девочки. Плохо. Нельзя. Но что бы вы сделали? Замечание. Пошутила бы и отошла. Смело и вызвала бы милицию тоже хорошо. Я отбрыкиваюсь. Викторка, кто поцелал, не знает, как к этому относиться. Не совсем. Оттолкнула. Вот. Смотрите. А теперь такой вопрос. Если, допустим, это произошло, и вдруг вы там оробили, онемели, и вам не нравится, вы бы потом молчали, или вы бы сразу предъявили претензию? Вот еще второй вопрос. Я просто наводящие вопросы задаю. Мне просто очень интересно знать. Я бы тебя позвала. Отказ сразу. Говорю, что это не мое пространство, что это мое пространство. Оттолкнуть. А, люблю наглость. Вот это, наверное, на это и рассчитано, да, что кто-то любит наглость. Милицию. Нужно показать свое неодобрение. Сразу надо говорить. Сразу. Сразу. Вот. Сразу. Сразу. Да, просто смотрите. Происходит так, что я очень не первый раз в своей жизни замечаю такие истории, когда мужчина иногда может считать по женщине, по тому, как она с ним разговаривает, неправильно понять ее и в какой-то момент начать действительно там, скажем так, атаковывать. Вот. Потом женщина молчит очень долгое время, а потом она обвиняет его в том, что он к ней приставал спустя там месяцы, годы и рассказывает о том, что вот ей было неприятно вообще-то, а вот он к ней там как-то домогался. Я таких женщин почему-то не могу понять. Я их не осуждаю ни в коем случае, но я не могу понять, если ко мне, вот я зашла с кем-то вдвоем, я вот так вот сяду и вот так вот посмотрю, одного взгляда будет понятно, ко мне мужчина не подойдет, потому что я этого не хочу. Вот понимаете, я вот так и держу свое пространство. Вы просто спросили, да, как там к тебе подходят мужчины. Я настолько держу пространство энергетически таким образом, что ни один мужчина, а если подойдет, если он там захочет хотя бы даже просто руку протянуть, это будет очень жесткий ответ, что ты там, как говорится, давай-ка не путай берега. Вот. Потому что нас в Краснокаменске учили именно так. Ну, то есть там, где я родилась, у нас вот так все. Нет такого, что «Ой, ну ты меня потрогал, ой, я так стеснялась, а потом ты меня на пол, а потом ты из меня трусы снял, а я этого не хотела, я оробела, вот, и я вроде как бы не согласна была, но трусы почему-то снялись». Вот я не понимаю, правда. То есть, вот, девчонки, ну, я, конечно, это опыт публичной жизни. Нет, дорогая, это так всегда было у меня. Нет, можно, наверное, окоченеть. Ну, можно, да, наверное, можно в ступор впасть. Ну, это когда тебе сколько лет? Когда тебе там 12-13, не дай бог, да, когда ты не понимаешь, когда и то, не дай бог, вот так вот даже с таким характером, как моя дочь, кто-то посмотрит не так. Это, ну, даже не так. Ну, люди разные бывают. Ну, когда тебе, извините, там, 30-40, и ты уже взрослый человек, но я как бы не верю в это. Я умой сегодня против? Если я смою из себя косметику в прямом эфире. У меня сейчас нет ухажера, ребят. У меня никого нет. Вы спрашиваете, кто мой ухажер, а нет никого. Бывают застенчивые, согласны. Бывают такие, ну, ты сразу скажи, но в любом случае женщина не может вообще закрыть рот и ничего не сказать и как бы ждать, пока с неё трусы снимут, нет? Как вы считаете? Может, бы мой морду набил. Ну, понятное дело. У тебя есть я, да. Да. Hello, India. Короче, ладно. Так, девочки верят, значит, хотят. Не знаю, мне кажется, что всё-таки такой момент очень, как сказать, знаковый. такая сейчас лицо смыло. Сидел такое лицо смыло. Ой. Ну, ладно, ребятки, спасибо вам большое за ваше внимание, за ваше общение, за то, что ответили на мои вопросики, за то, что поддержали меня, посмеялись вместе со мной, сказали, что всё хорошо, что не надо переживать, нечего бояться. Вот. Я пошла, короче, умываться, завтра она вставать. Я вас люблю. Целую, обнимаю. Хорошего вам вечера. Спокойной ночи, мои любимые. Пейте озер-чай, мой любимый чай. Озер-чай. Кто любит? И пусть у вас всё будет хорошо.